Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 958. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 31 июля 2018 года. Ночью проводили всех. Ездил Сергей Пупков, сопровождал его Володя Пащенко до Корщина, 20 километров. В Галендухина их 4 человека с Урала. Это вечером еще. А уже утром, к утру ли ближе тут, он провожал Марину Христенко с Полиной. Они до Барнаула, там еще несколько дней побудут, кажется, до субботы. Вроде как договорились с Галиной Загуляевой, она их примет, они достопримечательности Барнаула хотели посмотреть. Это мне вчера сказали об этом. Вчера в утром я сразу поставил вопрос, как же мы не можем увезти сена-то в Минаевой Любе. Пришел батюшка, поговорил там, Игоря нету, уезжает. Я говорю, ну а как? И вдруг Ерема. Ереме уже 17 лет, он с 12 лет тут на тракторах, большой трактор СК-700, кажется. Тоже засняли все. Стали мои палатки снимать с этих копин, с сена. Ну и заезжать надо было вот тут, где я нахожусь. Ворота. Очень точно провел там, по спичечному коробку рядом, прям задевал с одной стороны. Ну, очень широкий сеновоз, прицеп. Ну и вот вывели. Уже заканчивали, вдруг какая-то машина подъезжает. А мы рядом с нашим бывшим детским лагерем православным находимся, который стал музеем. Это, оказывается, бывшие потеряевские жители приезжают каждый год на отдых. И тут они не решились здесь обычно сворачивать, после дождя там вроде сыра, не застрять. Мы показали дорогу рядом уже. Я тоже за ними следом поехал и показал, где дрова брать. Там береза одна была спилена, засохшая, давно несколько лет стояла сухая. Батюшка потом проведал их, говорит, они полени уже дрова у себя сложили, все. Вот двое женщины и мужчина, шофер немножко поговорили. Все-таки тянет их сюда на кладбище съездили. Они. А мы тут только остались. Володя Пащенко, Сергей Пупков и Виталий Калиников. Ну да, обеды на сене были. Все сметали Люба, а у ней крышу разворошило бурей. Много шифера сорвало. Ну, открыто стоит по делу и шифер кидала, где-то там еще этим шифером разбила. Ну, где-то она тут достает сейчас шифер. У Виктора Савченко в ограде лежит, сколько-то потом рассчитается. Покрывало у нее есть купленное на сено, но, говорит, оно дырявое. Почему дырявое? Так сено закрывали. Если сено закрывали, а любая твердая соловинка уже проткнет, если сверху что-то надавит. Я после обеда сказал, надо работать. Если сильно ничем не заняты, то две усадьбы тут были разгорожены. Между ними грань шла, сетка Рабица я привозил когда-то из Барнаула. Она теперь вся уже в земле, заросла, только ногами чувствуешь, пружинит. Я говорю, вот надо все вытащить, нам же нужно это. Володя с Виталием остались, а мы с Сергеем Пупковым пошли. Я говорю, заготовить надо черенки для вил, для лопат. А то вчера неудобство было, сломался черенок. У вил, и нет запасного ничего. Пришлось скидывать, снимать лопату совковую и тогда на вилу насадить. А тут твердое дерево, это береза и клен. Ну, береза. Лес идти надо где-то мелкую найти. А клен рядом. Ну, конечно, кривоватые получились, но все-таки напилили. Напилили, и пока сырое, надо было ошкурить. А мы на два дома завезли. А они успели там несколько пролетов вытащить сетки Рабицы. Тут перемотали и положили у себя. А потом давай все это ошкурить. А там рядом на покосе один большой клен мешался. Его спилили, а пень остался. Когда здесь бульдозер был, работали, тогда я его попросил, это года два назад. Но он его как, сначала нож втыкает в землю, а потом глубже его и снизу поддевает, и кверху поднимает. И поэтому там образовалась яма. Я говорю, давай-ка засыпем эту яму где-то, тут землю возьмем, а то он в траве-то не видит, и опять туда трактор-то сунется, ударится и что-то сломает. Ну, вот сколько время у нас ушло, тут батюшка подъехал, видит, что мы копаемся в переулке, что такое. Ну, вот такое дело. Работа непрерывная. В разных местах. Набрали все-таки мы сколько-то. Ошкурили все это. А на кухне еще барничает. Это все Володя. Сразу же взял свои руки. Эти все уехали. Ждем теперь известий, как у них дело будет. Известно из чего еще. Люба тут с пирогами там еще-то напекла за то, что ей делали, то я ничего не беру. Как вот это, там, ягоды там, ну, то, что нравится, не люблю. Это ягоды свежие, вот, своей рукой сорвало, а не то, что переварены в пирогах. Перепеченые. Ну, вот. День так вечера. Уехал в город Леша Кустинов. Там нужно было получить там кое-что из Барнегула. Ездил, его нет и нет, так и не дождался. Только утром сегодня может быть. Милостью Божией вот такой день прошел. Молились. Теперь они там молятся, братья приходят к нему. Как дальше будет? Тут вроде на август собирались еще приехать взрослые. Это событие. Для нас это, видите, сколько приходится лезть. В заросли полезли, а там коноплят. Это два с половиной метра, примерно, высотой. Вот представьте себе. И другая трава, лебеда, там тоже такого же. Ну, дожди шли, а там мы расчистили. И не можем продрасться через это, около коров там, поле. Небольшой огородчик, как тоже. И так до конца не могли дойти. Ну, невозможно, все переплетено. Ноги не вытащишь из этой растительности. Но все-таки нашли. Нашли тут яма у нас одна. А яма непростая. Такую яму найти трудно где-либо. Там была еще советская власть. Деревья не начинали восстанавливать. Но в фильме показано, как мы тайно подходим здесь, к этому месту в лесу. И маленько, не в лесу, а рядом, как кусты такие. И там нора барсука была. И вот эту нору барсука чуть расширили, и в нее надо было залазить. А там залазишь, дальше начиналось помещение, молиться, церковь, хранились продукты. Приезжие гости могли там быть. Вот попробуй найди. Да проходили с разных сторон, чтобы траву не примять. Через барсущую нору. Потому что это время за нами гонялись, и непрерывно. Вот так. Как говорят, катакомбная церковь. А барсук-то пришел, наши там продукты однажды все это опрокинул. Это работа. А как так? Ну, там вскрыто было, а потом сделано где-то в лесу, что рядом пастухи. Пастухи. Ну, метров пятьдесят от нас их избушка стоит. О, нету даже. И они услышат. Это все надо было делать так, чтобы никто не видел. И дети это все видели, знали, их заводили откуда, с завязанными глазами, чтобы ничего они не видели, откуда зашли. Не могли сказать, где у нас все, что хранится. И никто ничего не знал. Опять же так же уходили. Детей допрашивают, а они еще не знают, где они были. И таких у нас схронов около шести было в разных местах. В лесу и везде. Ни одного власти не обнаружили. А где лагерь был. Тут приезжало КГБ. Каждый год они щупами искали. Даже один раз тут старую обувь бросали, а чтобы ее не было, мы взяли ее сожгли. И туда пепел, чтобы незаметно туда в ямку. Я сверху опять дерну. Нашли. Нашли. Ну вот где подвал у нас был. Он открытый. А потом мы делали его закрытый. Сверху земля. Там тычинки, конопли, крапивы ставили. Как будто растет это дело. Но они раскопали. Раскопали. В подвал залезли. Это без нас. Это мы потом все определили. А там бревна мы затащили. И дрова накидали. И опять закрыли. Землей засыпали. Рядом пастухи. И ничего не знали. Они обнаружили. Дальше не пошли. Раскрыли. Ну а дрова кому они нужны. Я говорил. Ленивые они очень. Если бы вытащили эти бревна. То под ними щупом они бы нащупали в одном месте там под землей доски. А то все засыпано ровно было. Непонятно было что. Но если бы они дальше уже только. Если бы нашли щупом где доски. Под досками крышка. Доски это крышка. И вход в шур вниз. Опускаться как в колодец. Ну высота небольшая. Там допустим 2 метра. И они нашли бы там картошку. Такой ширины. Шур там 80 на 80 сантиметров. Примерно в квадрате. И вниз 2 метра. Может побольше. Еще и картошка им нужна. Но если бы картошку выбрали. Вот смотрите. Сколько слойная защита была тайна. То тогда вверху. Там можно было увидеть. Поворачивалась стена. Этого шурфа. И открывалась. Открывался коридор. Там по стенам светильники. Может зажигать было. И уходила туда где русская печь. Под землей. Это уже. Оно все шло ниже и ниже. На глубине 20 с лишним метра. И там можно было молить. Все. Вот называли у меня катакомбда. Небольшая церковь. Это в газетах уже писали. Вот. Это просто попутно. Вчера вот. Где мы были. Все это вспоминается. Мы никогда не. И да. Землю. Эта. Твердая земля была. Ну. Глиняная. Без камней. Ведрами выносили. Ведрами на ощупь. Когда метров 50-70. Пастухи спали. И никто ничего не знал. Не слышал. В полном молчании. Трудно было то. Что надо было сделать отдушины. И там внутри. Дышать нечем было. Тяжело было. А зачем это все нужно было. Ну. Не нужно бы и не делали. А нам нужно было. Приезжают люди. Помолиться надо. А тут. Власти все время. Туда сюда. И узнавали. Мы знали. Что это. А так не знали ничего. Все тихо. Мы просто отдыхаем. Там же где лагерь сейчас. Где музей. И коммунисты никогда. Не постигали настроение. Никогда. То есть. Нынче что делает власть. Это что-то невероятное. Сломать. Не может. Там. Начальник нанять. Чтоб сломали. То есть. Это новое поколение разрушителей. У нас тут рядом. Разъезд. Разъезд. Под Степный. Где мы слазим. А еще дальше туда. Километров за шесть. Потеряевский. Хорошие здания. Кирпичные. Новые. Под шифером. Все. Все. Разломали. До самого основания. Чтобы никто не видел. Фундамент. Это в лесополосы. Волоком утащили. Огромные бульдозера. Пригнали. Они все могут. И тут же рядом. За год зерно. У них тут такие склады были. Подземные сооружения. Атомной бомбой каждый не пробьешь. Зерносушилка. Два магазина была. Школа. Все разрушили до основания. Все. И сейчас я показываю иногда там. Что это делается и как. Как будто вот. Ждут наступления врага. И чтобы ничего в руки не досталось. Все сожжено. Особенно эти здания. Дорогие нам были. Наши. Разъезд. Четыре километра от нас. По Теряевке. Мы добились. Что нам его отдали в аренду. И нужно было от холода спрятаться. От пурги. Когда ждешь зимой. А сейчас ничего нету. Ничего. Голая степь. И таких-то вот где голая-то степь. Ой-ой-ой. Сейчас говорят. Все скрывает данные. Народ-то бежит из страны. И ученые. Мозги утекают. Я сам считал об этом. Ну почему? Ну вот так относятся. Ну никуда не годится. Сейчас сегодня выставили сравнение. 2000-й год и сегодня. Там 8 рублей. Литр бензина. Сегодня 45. 55 лет пенсионный возраст женщины. 63. Ну ясное дело, что Юлия Цезаря прочитал. Говорит. Чем ближе к крах империи, тем чудовищнее законы. Вот у нас сейчас. Разрушить. Разрушить. В таком напряжении. Все. Зачем разрушить? История. На навозной куче наше строение. Ни одного квадратного метра полезной земли нет. Мы ее разровняли. Огромные-огромные кучи были. Ну рядом. Молочные фермы. Коровья там. Загоны. И оттуда бульдозером. Сюда все это. Игнали, игнали, игнали. Но 27 лет потеряю. До 20 лет ее не было. Вот уже 47 лет. У нас 47 лет. Ну и там они лет 20. Вот уже 67. Почти 70 лет назад. Начали тут складировать навоз. Ну просто огромные-огромные кучи. Как терриконы. Шахт. И мы это разровняли и поставили. Там только крапивы, конопля, лопухи. Ничего не росло никогда. Никогда. И сейчас нет. Я вчера все это заснял, показал. Нет. Уничтожить. Тысячи людей приезжают, которые там детство прошло, были здесь. Теперь в музей. Показать пример, как без помощи государство, в котором 3-3,5 миллиона беспризорных детей. Как для них эту жизнь выправить-то? Чтобы нигде не было. Потому что на этом фоне видно, что власть захватили те, которые не думают ни о беспризорных, ни о тех, кто за границей остались. Проезда нет. Ну, что сделаешь? Мы знаем это дело. Молимся. Нас преследуют и давят. А написано, велика ваша награда на небесах. Если несправедливо вас гонят и преследуют. Только вера спасает. А так вот. Я книги дарил везде. Мужик, а с чем ты приехал? Один спрашивает. Муж библиотекарша. Ну, вот книги привезли в дар. Книги. Вы автоматы везите нам. Автоматы. Свергать эту надо подлую власть. Народ-то как живет, посмотрите. Ну, я не могу этого сказать. Я христианин. Я говорю, нет. Мы везем мир и любовь. Да-ка власть такая. Мы молимся за нее, что Бог ее вразумил. А она не вразумила. Жизнь все равно кончится. Кончится. Помни о конце твоем. Во всех делах твоих. И вовек не согрешишь. Вот события дня одного. И сколько они воспоминаний дают. Работали. Вот так. В поте лица есть свой хлеб. Бог дает такую возможность. Это райский еще закон был. Заповедь. И по милости Божией. Так вот. И на этом сегодня все.